Канал Юрэйс Раша представляет. Донсор руками не хватает, четко. Работает. Тихо, 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 спокойно. Акцент делай. Мощный, мощный подрыв. На носочки выходи, на носки. Подтянул. Вот так вот, молодчина. Меня зовут Роман, я живу в Санкт-Петербурге, живу здесь примерно два года. Приехал с города Норильска и примерно два месяца самостоятельно пытаюсь освоить азы тяжелой атлетики. Ты откуда узнал вообще о тяжелой атлетике? Ну, сначала также самостоятельно занимался культуризмом, но со временем как-то наскучило это все, начал что-то искать для себя. И просматривая очередной выпуск «Югифтед», наткнулся на выпуск, который назывался «Рожденный в СССР». По-моему, тяжелая атлетика «Рожденный в СССР», где вас увидел Рашид. И после этого выпуска как-то так в голове засела эта тяжелая атлетика. Ну, не знаю почему, просто начал самостоятельно рывок тренировать. Ну, после двух месяцев самостоятельных попыток освоить рывок, обратился к вам, потому что понял, что тяжело одному, что-то не то все равно. Ну, ты два месяца пытался перед зеркалом, да, с палочкой? Да, 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 да. Ну, все равно не то. Конечно, потому что все равно наставник должен нормально, если он тренер, он должен тебе четко подсказать, где что и как. Вот сегодня у нас вторая тренировка, и давай покажем, что ты там выучил. Завтра зверь тренировочки. Руками не хватаем, ошибочку свою выбираем и делаем четко. Спокойненько, руки спокойно, натянулся, спину натянул. С полной стопы. Побыстрее. Хорошо. Молодец. Колени зацепил, почувствовал ты? Колени пропускать надо. Как я тебе показывал, колени уводишь, тяни спокойно, колени уводишь к тазу. Хорошо, гибкость идеальна. Давай еще. Руки спокойно, расслаблены. Молодец. Обувь, конечно, надо поменять в такую обувь. Биговой нельзя заниматься. Ты занимался еще легкоатлетикой, да? Ну, это было еще, когда мне было 18 лет. С 18 до 20 я занимался легкой атлетикой. Спринтерским диаголом. Ну, тоже взрывной спорт. Какая у тебя цель в тяжелой атлетике? Что ты хочешь добиться? Ну, еще не осознал вообще, что я смогу добиться. В плане разряда званий. Но вообще, хочется для себя почувствовать, на что я способен узнать свои возможности. Отличное желание. Вот так и надо, молодец. А то некоторые приходят, говорят, я за полгода сделаю мастера, там, кандидата. Сказки расскажи, себе нарисовали. Это в кино вы можете, когда попкорн кушают люди, за два часа жизнь проходит. А здесь другая жизнь. Поэтому, молодец, ты правильно. Сначала изучи свое тело, изучи на что ты способен. А потом ты поймешь, на что дальше, какие планы ставить. Отлично. Натянулся. Руками не хватай перед подрывом. Только когда подорвал, руками взял. Отлично, молочи, на встал. Бросил. Еще разочек. Отлично. Вот так, друзья, вторая тренировка. Молодец вам поставил. Все, все, все. 45. Вот так, друзья, вторая тренировка. Вот такие бывают индивидуальные люди. Очень гибкие парни, очень быстрые. Давай настроился спокойно, с полной стопы. Четко начинай. Поясницу натянул, все, натянуто тело. И пошел. Отличная работа. Встал, молодец. Бросил. Еще раз. 45 килограмм. Видишь? По дуге пустил. По дуге чуть-чуть пустил. И внизу расслабился. Я же тебе говорю, внизу жестко. Штангу надо принимать жестко. Понимаешь, у тебя должны быть руки жестко. Поясница жестко. Да. Подмышки не показал. Подмышки не показал. Вот, друзья, вам наглядный пример. Дима тренировался три месяца. И техники у него такой нет. Пусть обижается на меня Димка, не обижается. Но вот есть разные люди. Вот человек два месяца возле зеркала занимался. Теперь смотрите, что он вытворяет со штангой. Не расслабляйся. Ты вот подрыв делаешь и расслабился. Она бэм и упала. Ты же должен ее встретить. Встреть ее. Давай. Еще подходик сделаем. Потом мы с тобой попробуем. 50. Ты 50 рвал уже? Да. Вазочек пробовал. Но это, когда сам занимался, была такая тренировка, когда неосознанно техника это как-то. Ага. Технически получалось. Сама как-то подлетала. Давай. Помощней. Просто спокойно веди ее спокойненько. Подрыв. Хорошо. Бросил. Спокойно. Не напрягай свой мозг. Спокойно. Четко тяни к тазу. Резко подрыв делай. Хорошо. Молодец. Бросил. Так. Нормально? Сейчас не понял, что неправильно сделать. Сейчас чуть-чуть впереди. Ну, потому что, да, ты штангу иногда отпускаешь от себя. Когда ты штангу от себя отпускаешь, конечно, она тебя вперед на носки тащит. Поближе к себе за голову сразу забрасывай. За голову. Нормально все. Не переживай. Ты вторую тренировку делаешь и хочешь без ошибок. Это вообще идеальное желание. Молодец. Вообще-то надо всегда стараться на любой подход подходить очень ответственно, серьезно и делать это без ошибок. Тогда ты будешь и на сянованиях также поднимать. Давай 50 килограмм. Разгоняй с земли штангу к тазу. Резко. Разгон. Молодчина. Ничего страшного. По дуге, по-моему. По дуге немножко и ты встречаешь внизу расслабленно. Пожестче ее встречай. А так хорошо. Вверх пошла. За вторую тренировку поверь мне. Держи. Натянул спину. Лопаточки свел. Натянулся. Хорошо. Подрыв. Хорошо. 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 Встал. Молодчина. Бросил. Ты подрыв делаешь очень вяленько. Да? Надо. И подсаживаться надо жестко внизу. Так. 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 Не бойся ногами. Резко. Прям втыкает в землю. Не надо прям высоко поднимать ноги. Но ты должен жестко ставить ступню. Жестко ступню. Жестко встречать ее. Руки. Плечи. Спина должна быть напряженная. Спокойно. Не торопись. Ты делаешь для себя. Спокойно. Поясницу жестко вставлять. Когда тянешь не расслабляй. Когда подрываешь тоже. Подрыв. Отлично. Молодец. Молодец. Ничего. В потоке ушла. Руками немножко схватил. Я почему как-то тебе... Это не твой предельный вес по твоей силе. Я вижу, ты готов на 60, но на 60 мы лезть не будем. На 50 поработаем, не надо нам на 60 лазить. 50 поработаем, сейчас еще 4 подхода. Потом будем делать тягу рывковую, уходы. Четко делай, как ты сейчас отрабатывал. Попробуем. Давай, спокойно. Натянул спину. Ногами с земли снимаем, ногами. Спина жестко стоит. Руки расслаблены. Подрыв. Молодец, хорошо. Еще раз. Делай комфортно, ты должен сидеть четко внизу. Устойчиво и свободно. Удобно, понимаешь? Давай. Натянулся. Хорошо, хорошо. Стал, бросил. Отдыхаем. Ты сейчас вторую тренировку что понял, скажи мне? Тренироваться надо. Но все равно какая-то легкость появилась по технике. Ну, конечно. Я же всегда говорю, вот ребята, я понимаю, конечно, все хотят очень быстро всем научиться. Я всегда привожу пример. Я хочу на Су-30 полететь прямо сейчас. Вот выйти и полететь. Но этого же не случится. Я, например, буду понимать. Мозгом, например, мне покажут, как что включать. Но я не смогу же это сделать, полететь. Я должен учиться. Ну, это да. Тяжелая атлетика так же, как самолет, как ракета. Это очень сложно. Ты раньше скажи мне, мне интересно. Когда ты первый раз увидел тяжелую атлетику, ты не думал, что это такое сложное упражнение? Честно говоря, я вообще не понимал, как можно такие веса поднимать вообще. Непонимание вот этого. Не, а потом, когда ты взял технически, начал пробовать. Ну, не знаю, не могу, я как бы не запоминал свои мысли во время первых своих попыток. Просто делал, хотел повторить. Вот и все. Отлично. У тебя хорошо получается, без всяких шуток. У тебя отличная гибкость, у тебя есть чувство штанги, гибкость. Тебе надо базово нарастить силу и технику, и ты будешь поднимать, поверь мне. И все. Ну, это всем, наверное, нужно. База сила. База сила. Нет, у некоторых есть база сила, но нет гибкости и скорости. А без гибкости и скорости в тяжелой атлетике делать нечего. Понимаешь? Ага. Бери замком всегда. Вот. У тебя руки потом привыкнут, ты привыкнешь, и все будет отлично. Давай. Коленки. Развел живот, как бы туда увел. Да. Так, поясницу натянул. Поясницу всегда жестко держим. Подрыв. Хорошо. Бросил. Бросай. Все отлично, ведешь все. Нет подрыва, акцента. Быстрого нет вот этого взрыва. Надо тяги поделать. Да, тяги надо много делать, прыгать надо. Очень много прыжковых делать и тяг. И будет все нормально. Просто недостаточно силенок. А так нормально. Ну-ка давай. Еще один раз и переходим на тягу. Подрыв. Отлично. А ты не расслабился внизу? Я понял. Попытался по друзьям, но она как-то подлетела. А там уже... Подлетела, да. И ты внизу расслабился. А ты ее должен встретить очень жестко. Она как бы сконцентрировалась. А она полетела сама, да? Интересно, как получилось. Давай. Встречай ее внизу жестко. Не расслабляйся. Со штанги расслабляться не надо. Она хлопнет жестко, если вы расслабься. Давай. Натянулся. Подрыв. Жестко, жестко. Молодец, бросил. Я же тебе говорю, ты готов на 60. Я знаю заранее, сколько ты поднимешь. Понимаешь? Еще раз. Давай. Поздравляю с рекордом, во-первых. Давай. Голову вниз сильно не опускай. Когда садишься, голова смотрит туда, выше горизонта. Поэтому у тебя опускается позвонок. Давай. Делай красиво. Подрыв. Держи, держи, держи. Отлично. Бросил. Красавица. Вот это, да. Вот это работа. Рекорд сейчас Димы. Рома будет побить. Потому что он весит 71, а Дима 78. Вторая тренировка, друзья. Вторая. А тебе сколько лет? 33. 33 года. Ага. Красавица. Еще такая гибкость идеальная. Дай Бог. Вот сохраняй ее, и все будет нормально у тебя. Настроился? Ты спокойно? Ты не отдыхаешь вообще? Отдохни. Погуляй. До двери обратно прогуляйся, потом подойдешь к штанге. Разгоняй повеселее ее. Подрыв. Молодец. Отличная работа. Бросай. Вот так надо трудиться. Я ему говорю один раз, а он говорит, нет два раза. Интересно. Давай. Ой, красавица. Натянулся. Как ты сейчас сделал? Ногами снимай. Подрыв. Держи, держи. Молодец. Бросай. Вот так надо. Два раза подряд. Вот. На носочки выше. И трапециями. Так. Кажем толкать надо штангу. Толкай. Толкай. Сильно не отклоняйся назад. Ром, ты это уходы еще сегодня делаешь первый раз в жизни, да? Первый раз. Никогда не делал? Никогда. Ну-ка, покажи. Вот, друзья, как есть люди, которые талантливы, которые быстро хватают. Смотрите, как Рома научился. Это он делает третий подход уже. Отлично. Хорошо. Уходи побыстрее вниз и руки втыкай быстро. Скорость. Отлично. Молодчина. Локти сзади не держи. Чуть-чуть сюда локти. Не, наоборот. Вот так, да? Хорошо. Ну, что ты чувствуешь в этом упражнении? Чувствую, что колбасит во все стороны. Ну, вот здесь как раз у тебя и укрепляется твой верхний плечевой пояс и координация, чтобы штанга сама прямо, прямо, понимаешь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!